Глава 3. Приключения Швейка в Кир-Эль-Хиде 91-й полк переводили в город «Мост на Литове» в Кир-Эль-Хиду. Мост на Литове. Город в Чехии. В 1914 году граница между Австрией и Венгрией проходила по реке Литове или Лейте. Венгерская часть города носила венгерское название Кир-Эль-Хиде, немецкая часть города — Брук-Налейте. Швейк просидел под арестом три дня. За три часа до освобождения его вместе с вольноопределяющимся отвели на главную гауптвахту, а оттуда под конвоем отправили на вокзал. — Давно было ясно, что нас переведут в Венгрию, — сказал Швейку, вольноопределяющийся. — Там будут формировать маршевые батальоны, а наши солдаты тем временем наловчатся в стрельбе и передерутся с мадьярами. И потом мы весело отправимся на Карпаты, а в Будиевицах разместят мадьярский гарнизон, и начнется смешение племен. — Существует такая теория, что изнасилование девушек другой национальности — лучшее средство против вырождения. Во время Тридцатилетней войны это делали шведы и испанцы, при Наполеоне — французы, а теперь в Будиевицах то же самое будут повторять мадьяры, и это не будет носить характера грубого изнасилования. Все получится само собой. Произойдет простой обмен. Чешский солдат переспит с венгерской девушкой, а бедная чешская батрачка примет к себе венгерского гонведа. Через несколько столетий антропологи будут немало удивлены тем, что у обитателей берегов Мальши появились выдающиеся скулы. — Перекрестное спаривание, — заметил Швейк. — Это вообще очень интересная вещь. В Праге живет кельнер-негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королем. Этого короля показывали в Праге в цирке на Штванице. В него влюбилась одна учительница, которая писала «Владе» стишки о пастушках и ручейках в лесу. «Штваница» — остров на реке Волтаве в Праге, был местом ярмарочных увеселений. «Лада» — журнал мелкобуржуазного толка. Учительница пошла с ним в гостиницу и предалась блуду, как говорится в Священном Писании. Каково же было ее удивление, когда у нее потом родился совершенно белый мальчик. Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневить. Коричневил, коричневил, а месяц спустя начал чернеть. Через полгода мальчишка был черен, как его отец, абиссинский король. Мать пошла с ним в клинику на кожных болезней просить, нельзя ли как-нибудь с него краску вывести. Но ей сказали, что у мальчика настоящая арабская черная кожа, и тут ничего не поделаешь. Учительница после этого рехнулась и начала посылать во все журналы, в отдел совета читателям, вопросы, какое есть средство против арабов. Ее отвезли в катерженки, а арабчонка поместили в сиротский дом. Катерженки, известная в Праге психиатрическая больница. А вот была с ним потеха, пока он воспитывался. Потом он стал кельнером и танцевал в ночных кафе. Теперь от него успешно родятся чехи-мулаты, но уже не такие черные, как он сам. Однако, как объяснил нам фельдшер в трактире у чаши, дело с цветом кожи обстоит не так просто. От такого мулата опять рождаются мулаты, которых уж трудно отличить от белых, но через несколько поколений может вдруг появиться негр. Представьте себе такой скандал. Вы женитесь на какой-нибудь барышне. Белая мерзавка абсолютно. И в один прекрасный день, нате, рожает вам негра. А если за девять месяцев до этого она была разок без вас в Варьете и смотрела французскую борьбу с участием негра, то ясно, что вы призадумаетесь. — Ваш случай с негром-христианом необходимо обсудить также с военной точки зрения, — предложил вольноопределяющийся. — Предположим, что этого негра призвали, а он прожанен и, следовательно, попадает в двадцать восьмой полк. Как вы слышали, двадцать восьмой полк перешел к русским. — Представьте, как удивились бы русские, взяв в плен негра-христиана. В русских газетах, наверное, написали бы, что Австрия гонит на войну свои колониальные войска, которых у нее нет, и что Австрии уже пущены в ход чернокожие резервы. — Помнится, поговаривали, что у Австрии есть колонии, — проронил Швейг. — Где-то на севере. Какая-то там земля императора Франца Иосифа. — Бросьте это, ребята, — вмешался один из конвойных. — Нынче вести разговор о какой-то земле императора Франца Иосифа опасно. — Самое лучшее — не называйте имен. — А вы взгляните на карту, — перебил его вольно определяющийся. — На самом деле существует земля нашего всемилостивейшего монарха императора Франца Иосифа. По данным статистики, там одни льды, которые и вывозятся на ледоколах, принадлежащих пражским холодильникам. — Наша ледяная промышленность заслужила и за границей высокую оценку и уважение, так как предприятие это весьма доходное, хотя и опасное. — Наибольшую опасность при экспортировании льда с земли Франца Иосифа представляет переправа льда через полярный круг. Можете себе это представить? Конвойный пробормотал что-то невнятное, а начальник конвоя, капрал, подошел ближе и стал слушать объяснение вольно определяющегося. Тот с глубокомысленным видом продолжал. — Эта единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно, колонизация подвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее, с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы Министерство торговли и иностранных дел, появляется надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. После постройки нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, для удобства проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и накрасить на ледниках туристские знаки. Единственным затруднением остаются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов. Капрал слушал с интересом. Это был солдат сверхсрочной службы, в прошлом батрак, человек крутой и недалекий, старавшийся нахвататься всего, о чем не имел никакого понятия. Идеалом его было дослужиться до фельдфебля. «Не хотят подлецы эскимосы учиться немецкому языку», — продолжал вольно определяющийся. «Хотя Министерство просвещения, господин Капрал, не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы. Тогда замерзло пять архитекторов-строителей, и каменщики спаслись», — перебил его Швейк. «Они отогревались тем, что курили трубки». «Не все», — возразил вольно определяющийся. «С двумя случилось несчастье. Они забыли, что надо затягиваться, трубки у них потухли. Пришлось бедняк закопать в лед. Но школу, в конце концов, все-таки выстроили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Очень прочно получается. Тогда эскимосы развели вокруг всей школы костры из обломков, затертых льдами торговых судов, и осуществили свой план. Лед, на котором стояла школа, растаял, и вся школа провалилась в море вместе с директором и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освещении школы. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул «Годстрав, Ингланд!» «Теперь туда, наверное, пошлют войска, чтобы навести у эскимосов порядок. Ну, само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи». «Этого еще не хватало», — глубокомысленно заметил Капрал. «И без того военных изобретений хоть пруд пруди. Возьмем, например, маски от отравления газом. Натянешь ее себе на голову и моментально отравливаем, как нас в унтер-офицерской школе учили». «Это только так пугают», — отозвался Швейг. «Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, облежись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата — дело привычное еще с казарм, после солдатского хлеба да гороха с крупой. Ну вот, говорят, русские изобрели какую-то штуку специально против унтер-офицеров». «Да какие-то особые электрические токи», — дополнил вольноопределяющийся. «Путем соединения с целлулоидными звездочками на воротнике унтер-офицера происходит взрыв. Что ни день, то новые ужасы». Хотя Капрал и до военной службы был настоящий осел, но и он, наконец, понял, что над ним смеются. Он отошел от арестованных и встал во главе конвоя. Они уже приближались к вокзалу, куда собрались целые толпы будиевичан, пришедших проститься со своим полком. Несмотря на то, что прощание не носило характера официальной демонстрации, вся площадь перед вокзалом была полна народу, ожидавшего прихода войска. Все внимание швейка сосредоточилось на стоявшей шпалерами толпе зрителей. И, как бывает всегда, так случилось и теперь. Конвоируемые намного опередили примерных солдат, которые шли далеко позади. Примерными солдатами набьют телячьи вагоны, а швейка и вольноопределяющегося посадят в особый арестантский вагон, который всегда прицепляют в воинских поездах, сразу же за штабными вагонами. Место в арестантском вагоне всегда хоть отбавляй. Швейк не мог удержаться, чтобы, замахав фуражкой, не крикнуть в толпу «Наздар!» Это подействовало очень сильно. Приветствие было громко подхвачено всей толпой. «Наздар!» прокатилась по всей площади и забушевала перед вокзалом. Далеко впереди по рядам пробежала «Идут!» Начальник конвоя совершенно растерялся и закричал на швейка, чтобы тот заткнул глотку. Но гул приветствий рос, как лавина. Жандармы напирали на толпу и пробивали дорогу конвою. А толпа продолжала реветь на здар и махала шапками и шляпами. Это была настоящая манифестация. Из окон гостиницы против вокзала какие-то дамы махали платочками и кричали «Хайль!» К возгласам «Наздар!» из толпы примешивалась «Хайль!» Какому-то энтузиасту, который воспользовался этим обстоятельством и крикнул «Долой!» «Сербов!» подставили ножку и слегка прошлись по нему ногами в искусственно устроенной давке. Идут все дальше и дальше, как электрический ток передавалось в толпе. Шествие приближалось. Швейк из-за штыков конвойных приветливо махал толпе рукой. Вольно определяющийся, с серьезным лицом отдавал честь. Они вступили на вокзал и прошли к поданному уже воинскому поезду. Оркестр стрелкового полка чуть было не грянул им навстречу «Храни нам, Боже, государя!», так как капельмейстер был сбит с толку неожиданной манифестации. К счастью, как раз вовремя подоспел оберфельдкурат из 7-й кавалерийской дивизии Патер Латцина в черном котелке и стал наводить порядок. История того, как он сюда попал, совсем обыкновенная. Патер Латцина, гроза всех офицерских столовок, ненасытные обжоры и пьяница, приехал накануне в Будеевице и как бы случайно попал на небольшой банкет офицеров отъезжающего полка. Напившись и наевшись за десятерых, он в более или менее нетрезвом виде пошел в офицерскую кухню клянчить у поваров остатки. Там он проглотил целые блюда соусов и кнедликов и обглодал словно кот все кости. Дорвавшись, наконец, в кладовой до рому, он налакался до рвоты и затем вернулся на прощальный вечерок, где снова напился вдрызг. Он обладал богатым опытом по этой части и офицерам седьмой кавалерийской дивизии приходилось всегда за него доплачивать. На следующее утро ему пришло в голову навести порядок при отправке первых эшелонов полка. С этой целью он носился взад и вперед вдоль шпалер и проявил на вокзале такую кипучую энергию, что офицеры, руководившие отправкой эшелонов, заперлись от него в канцелярии начальника станции. Он появился перед самым вокзалом как раз в тот момент, когда капельмейстер уже взмахнул рукой, чтобы начать «Храни нам, Боже, государя!» «Хальт!» — крикнул Оберфельд Курат, вырвав у него дирижерскую палочку. «Рано! Я дам знак!» «А теперь вольно! Я сейчас приду!» После того он пошел на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком «Хальт!» «Куда?» — строго спросил он капрала, который совсем растерялся и не знал, что теперь делать. Вместо него приветливо ответил Швейк. «Нас везут в Брук, господин Оберфельд Курат. Если хотите, можете ехать с нами». «И поеду!» — заявил Патер Латцина и, обернувшись к конвойным, крикнул «Кто говорит, что я не могу ехать?» «Вперед, марш!» Очутившись в арестантском вагоне, Оберфельд Курат лег на лавку, одобряк Швейк, снял свою шинель и подложил ее Патеру Латцине под голову. Вольноопределяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, заметил в полголоса «За Оберфельд Куратами следует ухаживать». Патер Латцина, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять. «Рагу с грибами, господа, выходит тем вкуснее, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком и только потом уже положить туда лаврового листа и луку». Лук вы уже изволили положить раньше, заметил вольноопределяющийся. Капрал бросил на него полный отчаянный взгляд. Для него Патер Латцина, хоть и пьяный, все же был начальством. Положение капрала было действительно отчаянным. «Господин Оберфельд Курат, безусловно, прав», — поддержал швейк священника. «Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар в Пакоммержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще лук — очень полезная вещь. Печеный лук прикладывают также на чирьи». Патер Латцина продолжал бормотать, как сквозь сон. «Все зависит от кореньев, от того, сколько и каких кореньев положить. Но чтобы не переперчить, он говорил все тише и тише, не перегвоздичить, не перелимонить, перекоренить, перемускать, он не договорил и захрапел с присвистом. Капрал уставился на него со столбенелым видом. Конвойные смеялись втихомолку. «Проснется нескоро», — проронил швейк. «Здорово нализался». Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал. «Да чего там?» — продолжал швейк. «Пьян вдрызг, и все тут. А еще в чине капитана. У них, у фельдкуратов, в каком бы чине они ни были, у всех должно быть, так самим Богом установлено, по каждому поводу напиваются до положения рис. Я служил у фельдкурата каца». Так тот мог свой собственный нос пропить. Вот еще не такие штуки тот проделывал. Мы с ним пропили дароносицу дароносицу, и пропили бы, наверное, самого Господа Бога, если бы нам под него сколько-нибудь одолжили. Швейк подошел к патору Лацине, повернул его к стене и с видом знатока произнес. «Будет дрыхнуть до самого Брука». И вернулся на свое место, провожаемый страдальческим взглядом несчастного капрала, пробормотавшего. Надо бы пойти заявить. «Это придется отставить», сказал вольноопределяющийся. «Вы начальник конвоя и не имеете права покидать нас. Кроме того, по инструкции вы не имеете права отсылать никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Как видите, положение очень трудное. Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится. Тут ничего не случилось. Кроме того, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя. Сюда вход посторонним строго воспрещается. А если бы вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались бы сбросить оберфельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да-с, господин Капрал, это пахнет ничем иным, как разжалованием. Капрал нерешительно запротестовал, что не он, где впустил в вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат, все же начальство. Здесь только один начальник. Вы! Неумолимо возразил вольноопределяющийся. А Швейк прибавил. Даже если бы к нам захотел присоединиться сам государь-император, вы не имели бы права этого разрешить. Это все равно, как если к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбегать за сигаретами, а тот еще начнет расспрашивать, а какого сорта сигареты принести? За такие штуки сажают в крепость. Капрал робко заметил, что Швейк первый предложил оберфельдкурату ехать вместе с ними. А я могу себе это позволить, господин Капрал, ответил Швейк, потому что я идиот. Но от вас этого никто не ожидал. Давно ли вы на сверхсрочной? Как бы, между прочим, спросил Капрала, вольно определяющийся. Третий год. Теперь меня должны произвести во взводные. Ну, можете на этом поставить крест, цинично заявил вольно определяющийся. Я уже сказал, тут пахнет разжалованием. В конце концов, какая разница? Отозвался Швейк. Убьют тебя взводным или простым рядовым? Правда, разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды. Оберфельд Курат зашевелился. Дрыхнет, объявил Швейк, удостоверившись, что с ним все в порядке. Ему должно быть жратва приснилась. Одного боюсь. Как бы с ним тут чего не приключилось. Мой фельдкурат, кац, так тот, бывало, налакается и ничего не чувствует во сне. Однажды, представьте! И Швейк начал рассказывать случаи из своей практики у фельдкурата Отто Каца с такими увлекательными подробностями, что никто не заметил, как поезд тронулся. Рассказ Швейка был прерван только ревом, доносившимся из задних вагонов. Двенадцатая рота, состоявшая сплошь из Крумловских и Кашперских немцев, галдела «Когда я приеду назад?» Из другого вагона кто-то отчаянно вопил, обращая свои вопли к удаляющимся будиевицам. «А ты, мое сокровище, останешься здесь, Галарио, Галарио, голо!» Вопил он так ужасно, что товарищи не выдержали и оттащили его от открытой дверки телячего вагона. «Удивительно, что сюда еще не пришли с проверкой», сказал Капралу вольно определяющийся. «Согласно предписанию, вы должны были доложить о нас коменданту поезда еще на вокзале, а не вожжаться со всякими пьяными оберфельдкуратами». Несчастный Капрал упорно молчал, тупо глядя на убегающие телеграфные столбы. «Как только подумаешь, что о нас никому не доложено, продолжал ехидный вольно определяющийся, и что на первой же станции к нам как пить дать влезет комендант поезда, во мне закипает солдатская кровь, словно мы какие-нибудь цыгане, подхватил Швейк, или бродяги. «Похоже, будто мы боимся света Божьего и нигде не появляемся, чтобы нас не арестовали». Помимо того, не унимался вольно определяющийся, на основании распоряжения 21 ноября 1879 года при перевозке военных арестантов по железной дороге должны быть соблюдены следующие правила. Во-первых, арестантский вагон должен быть снабжен решетками. Это яснее ясного. А, и в данном случае первое правило соблюдено. Мы находимся за безукоризненно прочными решетками. Это значит в порядке. Во-вторых, в дополнение к императорскому и королевскому распоряжению от 21 ноября 1879 года в каждом арестантском вагоне должно быть отхожее место. Если же такового не имеется, то вагон следует снабдить судном с крышкой для отправления арестантами и сопровождающим конвоем большой и малой нужды. В данном случае об арестантском вагоне с отхожим местом и говорить не приходится. Мы находимся просто в отгороженном купе, изолированном от всего света, и, кроме всего прочего, здесь нет упомянутого судна. Можете делать в окно, в полном отчаянии пролепетал капрал. Вы забываете, возразил Швейк, что арестантам подходить к окну воспрещается. В-третьих, продолжал вольно определяющийся, в вагоне должен быть сосуд с питьевой водой. Об этом вы тоже не позаботились. А пропуск, кстати, на какой станции будут раздавать обед? Не знаете? Ну, так я и думал. Вы и об этом не спрашивали. Вот, видите, господин капрал, заметил Швейк, возить арестантов это вам не шутка. На нас нужно заботиться. Мы непростые солдаты, которые обязаны сами о себе заботиться. Нам все подай под самый нос. На то существуют распоряжения и параграфы. Они должны исполняться, иначе какой же тут порядок? Арестованный человек все равно как ребенок в пеленках, говаривал один мой знакомый бродяга. За ним необходимо присматривать, чтобы не простудился, не волновался, был доволен своей судьбой, и чтобы никто бедняжку не обидел. Впрочем, прибавил Швейк, дружелюбно глядя на капрала, когда пробьет одиннадцать часов, вы мне дайте об этом знать. Капрал вопросительно посмотрел на швейк. «Вы видно хотите спросить, господин Капрал, зачем вам нужно меня предупредить, когда будет одиннадцать часов?» «Дело в том, господин Капрал, что с одиннадцати часов мое место в телячьем вагоне», торжественно объявил Швейк. «На полковом рапорте я был осужден на три дня. В одиннадцать часов я приступил к отбытию наказания, и сегодня в одиннадцать часов должен быть освобожден. С одиннадцати часов мне здесь делать нечего. Ни один солдат не может оставаться под арестом дольше, чем ему полагается, потому что на военной службе дисциплина и порядок прежде всего господин Капрал». После этого удара несчастный Капрал долго не мог прийти в себя. Наконец он возразил, что не получил никаких официальных бумаг. «Милейший господин Капрал, отозвался вольно определяющийся. Письменные распоряжения сами к начальнику конвоя не прибегут. Если гора не идет к Магомету, то начальник конвоя должен идти за ними сам. Вы в настоящий момент попали в необычайную ситуацию. Вы не имеете решительно никакого права задерживать кого-либо, кому полагается выйти на волю. С другой стороны, согласно действующим предписаниям, никто не имеет права покинуть арестантский вагон. По правде сказать, я не знаю, как вы выберетесь из этого отвратительного положения. Положение чем дальше, тем хуже. Сейчас половина одиннадцатого. Вольно определяющийся спрятал часы в карман. — Очень любопытно, как вы поведете себя через полчасика, господин Капрал. Через полчаса я должен занять свое место в телячьем вагоне. Мечтательно повторил Швейк. Уничтоженный и сбитый с толку Капрал обратился к нему. — Ну, если это не играет для вас большие роли, мне кажется, здесь для вас гораздо удобнее, чем в телячьем вагоне. Я думаю, его прервал оберфельдкурат, крикнувший с просонья «Побольше соуса!» — Спи, спи! — ласково сказал Швейк, подкладывая ему под голову свалившуюся с лавки полушинели. — Желаю тебе приятных снов о жратве! Вольно определяющийся запел «Спи, моя детка, спи, глазки закрой свои, Бог с тобой будет спать, люлечку ангел качать, спи, моя детка, спи!» Несчастный капрал уже ни на что не реагировал. Он тупо глядел в окно и дал полную свободу дезорганизации в арестантском купе. Конвойные у перегородки играли в мясо, и на ягодицы одного падали добросовестные и увесистые удары остальных солдат. Когда капрал обернулся к ним, прямо на него вызывающе уставилась солдатская задница. Капрал вздохнул и опять повернулся к окну. Вольно определяющийся на минуту задумался и затем обратился к измученному капралу. «Вы когда-нибудь читали журнал «Мир животных»?» Журнал «Мир животных» выходил сначала в Колине, затем в Праге. Издавали его Ладислав Гаек и Фукс. Некоторое время редактором этого журнала был Гашек. То, что рассказывает здесь вольно определяющийся Марек, близко к фактам из жизни Гашека. «Этот журнал у нас в деревне выписывал трактирщик», ответил капрал, явно довольный, что разговор принял другое направление. Большой был любитель санских коз, а они у него все отдохли, так он спрашивал совета в этом журнале. «Дорогой друг», сказал вольно определяющийся, «история, которую я вам сейчас изложу, со всей очевидностью вам докажет, что человеку свойственно ошибаться». «Господа, там, сзади, уверен, что вы перестанете играть в мясо, ибо то, что я вам сейчас расскажу, покажется вам очень интересным, хотя бы потому, что многих специальных терминов вы не поймете. Я расскажу вам повесть о мире животных, чтобы вы позабыли о нынешних наших военных невзгодах». Каким образом я стал редактором мира животных? Этого весьма интересного журнала долгое время было неразрешимой загадкой для меня самого. Потом я пришел к убеждению, что мог пуститься на такую штуку только в состоянии полной невменяемости. Так далеко завели меня дружеские чувства к одному моему старому приятелю Гаеку. Гаек добросовестно редактировал этот журнал, пока не влюбился в дочку его издателя Фукса. Фукс прогнал Гаека в два счета со службы и велел ему подыскать для журнала какого-нибудь порядочного редактора. Как видите, тогдашние условия найма и увольнения были довольно странные. Когда мой друг Гаек представил меня издателю, тот очень ласково меня принял и осведомился, имею ли я какое-нибудь понятие о животных. Моим ответом он остался очень доволен, я высказался в том смысле, что всегда очень уважал животных и рассматривал их как переходную ступень к человеку, и что с точки зрения покровительства животных я особенно прислушивался к их нуждам и стремлениям. Каждое животное хочет только одного, а именно, чтобы перед съедением его умертвили по возможности безболезненно. Карп, например, с самого своего рождения сохраняет укоренившееся представление, что очень некрасиво со стороны кухарки вспарывать ему брюхо заживо. С другой стороны, возьмем обычаи рубить петухам головы. Общество покровительства животным борется как только может за то, чтобы птицу не резали неопытной рукой. Скрюченные позы жареных гольцов как нельзя лучше свидетельствуют о том, что, умирая, они протестуют против того, чтобы их заживо жарили на маргарине. Что касается индюков, тот издатель прервал меня и спросил, знаком ли я с птицеводством разведением собак, с кролиководством, пчеловодством, вообще с жизнью животных во всем ее многообразии. Сумею ли я вырезать из других журналов картинки для воспроизведения, переводить их из иностранных журналов специальные статьи о животных, умею ли я пользоваться Брэмом и смогу ли писать передовицы из жизни животных применительно к католическому календарю, к переменам погоды, к периодам охоты, к скачкам, дрессировке полицейских собак, национальным и церковным праздникам, ну, короче, обладаю ли я журналистским кругозором и способностью обрисовать момент в короткой, но содержательной передовице. Я заявил, что план правильного ведения такого рода журнала, как Мир животных, мною уже давно обдуман и разработан, и что все намеченные отделы и рубрики я вполне могу взять на себя, так как обладаю всеми необходимыми данными и знаниями в упомянутых областях. Моим стремлением будет поднять журнал на небывалую высоту, реорганизовать его как в смысле формы, так и содержания. Далее я сказал, что намерен завести новые разделы, например, «Уголок юмора зверей», «Животные о животных», применяясь, конечно, к политическому моменту, и преподносить читателям сюрприз за сюрпризом, чтобы они опомниться не смогли, как будут читать описания различных животных. Раздел «Звериная хроника» будет чередоваться с новой программой решения проблемы домашних животных и движением среди скота. Издатель опять прервал меня и сказал, что этого вполне достаточно, и что если мне удастся выполнить хотя бы половину, то он мне подарит парочку карликовых виандоток, получивших первый приз на последней берлинской выставке домашней птицы. Их владелец тогда же был удостоен золотой медали за отличное спаривание. Могу сказать, старался я по мере сил и возможностей и свою правительственную программу выполнял, насколько только хватало моих способностей. Более того, я даже пришел к открытию, что в своих статьях превзошел самого себя. Желая преподнести читателю что-нибудь новое и неожиданное, я сам выдумывал животных. Я исходил из того принципа, что, например, слон, тигр, лев, обезьяна, крот, лошадь, свинья и так далее, давным-давно известны каждому читателю мира животных, и теперь его необходимо расшевелить чем-нибудь новым, какими-нибудь открытиями. В виде пробы я пустил сернистого кита. Этот новый вид кита был величиной стреску и снабжен пузырем, наполненным муравьиной кислотой и особенного устройства клоакой. Из нее сернистый кит со взрывом выпускал особую кислоту, которая одурманивающе действовала на мелкую рыбешку, пожираемую этим китом. Позднее один английский ученый, не помню, какую я ему придумал тогда фамилию, назвал эту кислоту китовой кислотой. Китовый жир был всем известен, но новая китовая кислота возбудила интерес, и несколько читателей запросили редакцию, какой фирмой вырабатывается эта кислота в чистом виде. Смею вас уверить, что читатели мира животных вообще очень любопытны. Вслед за сернистым китом я открыл целый ряд других диковинных зверей, назову хотя бы благуна продувного, млекопитающая из семейства кенгуру, быка съедобного, прототип нашей коровы и инфузорию сепиевую, которую я причислил к семейству грызунов. С каждым днем у меня прибавлялись новые животные. Я сам был потрясен своими успехами в этой области. Мне никогда раньше в голову не приходило, что возникнет необходимость столь основательно дополнить фауну. Никогда бы не подумал, что у Брэма в его жизни животных могло быть пропущено такое множество животных. Знал ли Брэм и его последователи о моем нетопыре с острова Исландия, о так называемом нетопыре заморском, или о моей домашней кошке с вершины горы Келиманджаро под названием Пачуха оленья раздражительная. Разве кто-нибудь из естеств и испытателей имел до тех пор хоть малейшее представление о блохе инженера Куна, которую я нашел в Янтаре и которая была совершенно слепа, так как жила на доисторическом кроте, который также был слеп, потому что его прабабушка спаривалась, как я писал в статье, со слепым мацаратом пещерным из Постоинской пещеры, которая в ту эпоху простиралась до самого теперешнего Балтийского океана. Ну, по этому незначительному в сущности поводу возникла крупная полемика между газетами «Время» и «Чех». «Время» газета Народной партии или партии реалистов. «Чех» реакционная газета правого крыла чешской католической партии. «Чех», цитируя в своем фильетоне рубрика «Разная» статью об открытой мною «Блохе» сделал заключение. Что Бог не делает все к лучшему? Время, естественно, чисто реалистически разбило мою «Блоху» по всем пунктам, прихватив, кстати, и преподобного Чеха. С той поры, по-видимому, моя счастливая звезда изобретателя естества испытателя, открывшего целый ряд новых творений, закатилась. Подписчики мира животных начали высказывать недовольство? Поводом к недовольству послужили мои мелкие заметки о пчеловодстве и птицеводстве. В этих заметках я развил несколько новых собственных теорий, которые буквально вызвали панику, так как после нескольких моих весьма простых советов читателям известного пчеловода Позаурика хватил удар, а на шумове и в подкраконышах все пчелы погибли, домашнюю птицу постиг мор, словом, все и везде дохло. Подписчики присылали угрожающие письма, отказывались от подписки. Я набросился на диких птиц. До сих пор отлично помню свой конфликт с редактором сельского обозрения, депутатом Клерикалом Йозефом Кадлочиком. Началось из того, что я вырезал из английского журнала «Сельская жизнь» картинку, изображающую птичку, сидящую на ореховом дереве. В журнале «Мир животных» была помещена статья Гашека, описывающая птичку под названием «Желудничка» дословный перевод с немецкого. Кадлочек был прав в том, что птичка «Желудничка» по-чешски именуется не ореховка и не «Желудничка», а «Сойка». Я назвал ее ореховкой, точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, рябиновкой. Заварилась каша. Кадлочек послал мне открытое письмо, где напал на меня, утверждая, что эта сойка совсем не ореховка, и что «де ореховка» это арабский перевод с немецкого. Ну, я ответил ему письмом, в котором изложил всю свою теорию относительно ореховки, пересыпав изложение многочисленными ругательствами и цитатами из Брэма, мною самим придуманными. Депутат Кадлочек ответил мне передовицей в сельском обозрении. Мой шеф пан Фукс сидел, как всегда, в кафе и читал местные газеты, так как в последнее время зорко следил за заметками и рецензиями на мои увлекательные статьи в мире животных. Когда я пришел в кафе, он показал головой належащее на столе сельское обозрение и что-то прошептал, посмотрев на меня грустными глазами. Печальное выражение теперь не исчезало из его глаз. Я прочел вслух перед всей публикой. Многоуважаемая редакция, мною замечено, что ваш журнал вводит непривычную и необоснованную зоологическую терминологию, пренебрегая чистотой чешского языка и придумывая всевозможных животных. Я уже указывал, что вместо общепринятого и с незапамятных времен употребляемого названия «сойка», ваш редактор вводит название «золодничка», что является дословным переводом немецкого термина «сойка». «Сойка» безнадежно повторил за мною издатель. Но я спокойно продолжал читать. В ответ на это я получил от редактора вашего журнала «Мир животных» письмо, написанное в крайне грубом, вызывающем тоне и носящее личный характер. В этом письме я был назван невежественной скотиной, оскорбления, как известно, наказуемой. Так порядочные люди не отвечают на замечания научного характера. Это еще вопрос, кто из нас большая скотина. Возможно, что мне не следовало делать свои возражения в открытом письме, а нужно было написать закрытое письмо. Но ввиду перегруженности работы я не обратил внимания на такие пустяки. Теперь же после хамских выпадов вашего редактора «Мира животных» я считаю своим долгом пригвоздить его к позорному столбу. Ваш редактор сильно ошибается, считая меня недоучкой и невежественной скотиной, не имеющей понятия о том, как называется та или иная птица. Я занимаюсь орнитологией в течение долгих лет и черпаю свои знания не из мертвых книг, но в самой природе. У меня в клетках птиц больше, чем за всю свою жизнь видел ваш редактор, не выходящий за пределы пражских кабаков и трактиров. Но все это вещи второстепенные, хотя, конечно, вашему редактору «Мира животных» не мешало бы убедиться, что представляет собой тот, кого он обзывает скотиной, прежде чем нападки эти выйдут в свет и попадутся на глаза читателям в Моравии, Фринланде, под Мистеком, где до этой статьи у вашего журнала также были подписчики. В конце концов, дело не в полемике личного характера с каким-то сумасшедшим, а в том, чтобы восстановить истину, поэтому повторяю еще раз, что недопустимо выдумывать новые названия, исходя из дословного перевода, когда у нас есть всем известная отечественная «сойка». «Да». «Сойка», с еще большим отчаянием в голосе произнес мой шеф. Я спокойно читаю дальше, не давая себя прервать. Когда не специалист и хулиган берется не за свое дело, то это наглость с его стороны. Кто и когда называл «сойку» ореховкой? В труде «Наши птицы» на странице 148 есть латинское название «Ганулус глондариус». Это и есть «Сойка». Редактор вашего журнала безусловно должен будет признать, что я знаю птиц лучше, чем их может знать неспециалист. Ореховка по терминологии профессора Байера является ничем иным, как муки фрага как урокатостес бэ. И это латинское бэ не обозначает, как написал мне ваш редактор, начальную букву слова «болван». Чешские птицеводы знают только сойку обыкновенную и им неизвестна ваша желудничка, придуманная господином, к которому именно и подходит начальная буква «бэ», согласно его же теории. Наглые выходки, направленные против личности, сути дела не меняют. Сойка остается сойкой, хотя бы ваш редактор даже наклал в штаны. Последнее явится только лишним доказательством того, что автор письма пишет легкомысленно, не по существу дела, даже если он при этом в возмутительно грубой форме ссылается на Брэма. Так, этот грубиян пишет, что сойка согласно Брэму страница 452 относится к отряду крокодиловидных, в то время как на этой странице говорится о жулане или сорокопути обыкновенном ланиус минор л. Мало того, этот, мягко выражаясь невежда, ссылается опять на Брэма, заявляя, что сойка относится к отряду пятнадцатому, между тем, как Брэм относит вороновых к отряду семнадцатому, к которому принадлежат и вороны, и семейство галок, причем автор письма настолько нагл, что и меня назвал галкой из семейства сорок ворон синих из-под отряда болванов неотесанных, хотя на той же странице говорится о сойках лесных и сороках пестрых. — Лесные сойки, вздохнул мой издатель, схватившись за голову. — Дайте-ка сюда, я дочитаю. Я испугался, услышав, что издатель во время чтения начал хрипеть. — Груздяк или дрозд черный, турецкий, — прохрипел он, все равно остается в чешском переводе черным дроздом, а серый дрозд серым, — Серого дрозда следует называть рябинником или рябиновкой, господин шеф, подтвердил я, потому что он питается рябиной. Пан Фукс отшвырнул газету и залез под бильярд, хрипя последние слова статьи «Дрозд», «Турбус», «Груздяк», «К черту сойку», орал он из-под бильярда, «Ореховка», «Укушу!» Еле-еле его вытащили. Через три дня он скончался в узком семейном кругу от воспаления мозга. Последние его слова перед кончиной в минуту просветления разума были «Для меня важны не личные интересы, а общее благо. С этой точки зрения и примите мое последнее суждение как по существу, так и и икну. Вольно определяющийся замолк на минуту, а затем не без ехидства сказал капралу, «Этим я хочу сказать, что каждый может попасть в щекотливое положение и что человеку свойственно ошибаться». Из всего этого капрал понял только то, что ему ставятся на вид его собственные ошибки. он отвернулся опять к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога. Конвойные с глупым видом переглядывались между собой, швейка рассказ заинтересовал больше других. «Нет ничего тайного, что не стало бы явным», начал он. «Все равно или поздно, или рано вылезает наружу даже то, что какая-то дурацкая сойка не ореховка». Но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадаются. Выдумать животное вещь нелегкая, но показать выдуманное животное публике еще труднее. Несколько лет тому назад в Праге некий месток обнаружил сирену и показывал ее на улице гавличка на виноградах за ширмой. А в ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое, что ни на есть, обыкновенное канапе, на котором валялась девка с Жишкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ, что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Детям до шестнадцати лет вход был воспрещен, а кому было больше шестнадцати, те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано «до свидания». Зато насчет грудей было слабо, висели у ней до самого пупка, словно у старой шлюхи. В семь часов вечера Местек закрывал панораму и говорил «Сирена, можете идти домой». Она переодевалась, и в десять часов вечера ее уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто случайно говорила каждому встречному мужчине «Красавчик, пойдем со мной побалуемся». Ввиду того, что у нее не было желтого билета, ее вместе с другими мышками арестовал во время облавы пан Драшнер, и Местеку пришлось прикрыть свою лавочку. В этот момент обер фельдкурат скатился со скамьи и продолжал спать на полу. Капрал бросил на него растерянный взгляд, а потом при общем молчании стал втаскивать его обратно. Никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Видно было, что Капрал потерял всякий авторитет, и когда он безнадежным голосом сказал «Хоть бы помог кто?» Конвойные только посмотрели на него, но и пальцем не пошевельнули. Вам бы нужно было оставить его дрыхнуть на полу. Я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я оставил его спать в сортире, в другой раз он у меня выспался на шкафу. Бывало спал и в чужой квартире, в корыте, и где только не дрых. Капрал почувствовал вдруг прилив решительности. Желая показать, что он здесь начальник, он грубо крикнул на Швейка «Заткнитесь и не трепитесь больше! Всякий денщик туда же лезет со своей болтовней! Тля!» «Верно! А вы, господин Капрал, бог!» ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающегося в ярую полемику. «Вы, матерь скорбящая!» «Господи Боже!» сложив руки, как на молитву, воскликнул вольно определяющийся. «Наполни сердце наше любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением! Благослови собор наш в этой арестантской яме на колесах!» Капрал побагровел и вскочил с места. «Я запрещаю всякого рода замечания, вольно определяющиеся!» «Вы ни в чем не виноваты», успокаивал его вольно определяющийся. «При всем разнообразии родов и видов животных, природа отказала им в каком бы ни было интеллекте. Небось, вы сами слышали о человеческой глупости?» «Ну, разве не было бы гораздо лучше, если бы вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала. Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем, таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестного имя чего. Если же вам прибавят еще одну звездочку и сделают из вас новый вид животного по названию старший унтер, то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится, и когда вы, наконец, сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет. «Я вас посажу!» с отчаянием крикнул капрал. Вольно определяющийся улыбнулся. «Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил. В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более, что вы, готов держать пари на что угодно, не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово, не скажу, раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы отмершая мозговая извилина. При всем желании я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. «Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление?» «Безусловно», подтвердил Швейк, «никто вам ни словечка не скажет, которое вы могли бы плохо истолковать». «Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорбленным». Сидел я как-то в ночной кофейне туннель. Разговор шел об орангутангах. Был с нами один моряк, он рассказывал, что орангутанга часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутанга вся морда заросла лохмами, как, ну, говорит, как у того, скажем, господина за соседним столом. Ну, мы все оглянулись, а бородатый господин встал, подошел к моряку, да как треснет его по морде. Моряк взял бутылку из-под пива и разбил ему голову. Бородатый господин остался лежать без памяти, и мы с моряком распростились, потому что он сразу ушел, когда увидел, что укокошил этого господина. Ну, потом мы его воскресили и, безусловно, глупо сделали, потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то были совсем власток. Там он твердил, что мы приняли его за орангутанга и все время только о нем и говорили. И представьте, настаивал на своем. Мы говорили, что ничего подобного и что он не орангутанг, а он все орангутанг, да орангутанг, я сам, слышал. Я попросил комиссара, чтобы он сам все объяснил этому господину. Комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот не дал ему говорить и заявил, что он ничего не понимает и что он с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решетку, чтобы тот протрезвился, а мы собрались вернуться в туннель, но не пришлось. Нас тоже посадили за решетку. Вот видите, господин Капрал, во что может вылиться маленькое пустяковое недоразумение, на которое и слов-то не стоит тратить. А вот в немецком броде один гражданин из округлиц обиделся, когда его назвали тигровой змеей. Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать. Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы выхухоль, могли бы вы за это на нас рассердиться? Капрал зарычал. Это нельзя было назвать ревом. То был рык, выражавший гнев, бешенство и отчаяние, слившийся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевший оберфельдкурат. После этого рыка у Капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые невыразительные глаза уставились вдаль на леса и горы. Господин Капрал, сказал вольно определяющийся, сейчас, когда вы следите за высокими горами и благоухающими лесами, вы напоминаете мне фигуру Данте. Те же благородные черты поэта, человека, чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть, это вам очень идет. Как проникновенно, без тени деланности, жеманства таращите вы глаза на растелающийся пейзаж. Несомненно, вы думаете о том, как будет красиво здесь весною, когда по этим пустым местам растелится ковер пестрых полевых цветов. Орошаемый ручейком подхватил Швейк. А на пне сидит господин Капрал, слюнявит карандаш и пишет статейки и стишки в журнал «Маленький читатель». «Маленький читатель» — чешский журнал для школьников. Капрал впал в полнейшую апатию. Вольно определяющийся стал уверять его, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов. Простите, господин Капрал, а вы не служили ли моделью скульптору Штурсе? Штурса Ян 1880-1925 один из крупнейших чешских скульпторов XX века. Капрал взглянул на вольно определяющегося и ответил сокрушенно. Не служил. Вольно определяющийся замолк и растянулся на лавке. Конвойные начали играть со Швейком в карты. Капрал с отчаяния стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание, что Швейк пошел с туза, а ему не следовало козырять, тогда бы у него до последнего хода осталась семерка. В прежние времена, отозвался Швейк, в трактирах были очень хорошие надписи на стенах специально насчет советчиков. Помню одну надпись. Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам. Воинский поезд подходил к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился. Так я и знал, сказал беспощадный вольно определяющийся, бросив многозначительный взгляд на капрала. Инспекция уже тут. В вагон вошла инспекция. Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса доктор Мраз. Для исполнения столь бестолковых дел всегда назначали офицеров запаса. Мраз совсем потерял голову. Он вечно не мог досчитаться одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчет команды по отдельным вагонам, произведенной на последней станции, расходился с итогом, подведенным после посадки на Будеевицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние полевые кухни. Мурашки пробегали у него по спине, когда он констатировал, что неизвестным путем размножились лошади. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полковая канцелярия, никак не могли отыскать пишущую машинку. От этого хаоса и суеты у него разболелась голова, он принял уже три порошка аспирина и теперь инспектировал поезд с болезненным выражением на лице. Войдя вместе со своим сопровождающим в арестантское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везет двух арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах и осмотрел купе. — А кого еще везете? — строго спросил он, указывая на оберфельдкураты, который спал на животе, вызывающе выставив заднюю часть прямо на инспекторов. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, заикаясь, пролепетал капрал. — Этот, это... — Какой еще там? — Этот, это... — недовольно заворчал мраз. — Выражайтесь яснее. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил закопрало швейк. — Человек, который спит на животе, какой-то пьяный, господин оберфельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что, как-никак, начальство, и это было бы нарушением субординации. Вероятно, он перепутал штабной вагон с арестантским. Мраз вздохнул и заглянул в свои бумаги. В бумагах не было даже намека на оберфельдкурата, который должен был бы ехать этим поездом в Брук. У инспектора задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади, а теперь, пожалуйте, в арестантском купе ни с того ни с сего родился оберфельдкурат. Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе оберфельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность. Капрал после долгих усилий перевернул оберфельдкурата на спину, причем последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал «А, Фредди, здорово! Что нового? Ужин готов?» После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене. Мраз моментально узнал в нем вчерашнего обжору из офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах и тихо вздохнул. «Пойдете за это на рапорт», сказал он капралу и направился к выходу. Швейк задержал его. «Осмелись доложить, господин лейтенант, мне здесь не полагается находиться. Я должен был быть под арестом до одиннадцати, потому что срок мой вышел сегодня. Я посажен под арест на три дня и теперь уже должен ехать с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того, что одиннадцать часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевезти в телячий вагон, где мне надлежит быть, или же направить к господину обер-лейтенанту Лукашу». «Фамилия?» спросил Мраз, снова заглядывая в свои бумаги. «Швейк, Йозеф, господин лейтенант». «М-м-м, вы, значит, тот самый Швейк», буркнул Мраз. «Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в одиннадцать. Но поручик Лукаш просил меня безопасности ради не выпускать вас до самого Брука, чтобы вы в дороге опять чего-нибудь не натворили». После ухода инспекции Капрал не мог удержаться от язвительного замечания. «Вот видите, Швейк, ни черта вам не помогло обращение к высшей инстанции. Ни черта оно не стоило. Дерьмо цена ему. Захочу, могу вами обоими печку растопить». Господин Капрал прервал его вольно определяющийся. «Бросаться направо и налево дерьмом». Аргументация более-менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что касается смешных угроз, будто вы могли нами обоими печку растопить, то почему же, черт возьми, вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность. «Довольно с меня вскочил Капрал, я вас обоих в тюрьму могу упрятать». «За что же, голубчик?» невинно спросил вольно определяющийся. «Это уж мое дело, за что?» храбрился Капрал. «Ваше дело?» переспросил с улыбкой вольно определяющийся. «Так же, как и наше. Это как в картах, деньги ваши будут наши. Скорее всего, сказал бы я, на вас повлияло упоминание о том, что вам придется явиться на рапорт, и вы начинаете кричать на нас, явно злоупотребляя служебным положением». «Грубияновы, вот что!» закричал Капрал, набравшись храбрости и делая страшное лицо. «Знаете, что я вам скажу, господин Капрал?» сказал Швейк. «Я старый солдат и до войны служил, и не знаю случаев, чтобы ругань приводила к чему-нибудь хорошему». Несколько лет тому назад, помню, был у нас в роте взводный по фамилии Шрейтер. Служил он сверхсрочно. Его бы уж давно отпустили домой в чине Капрала, но, как говорится, нянька его в детстве уронила. Придирался он к нам, приставал как банный лист, то это не так, то то не по предписанию. Условом, придирался как только мог и всегда нас ругал. Не солдат и вы, а ночные сторожа. В один прекрасный день меня это допекло, и я пошел с рапортом к командиру роты. «Чего тебе?» спрашивает капитан. «Осмелюсь доложить господин капитан с жалобой на нашего фельдфебеля Шрейтера. Мы, как-никак солдаты его величества, они ночные сторожа. Мы служим верой и правдой к государю-императору, а не баклуши бьем». «Смотри у меня, насекомое», ответил мне капитан. «Вон! И чтобы больше мне на глаза не попадаться. А я на это покорнейше прошу направить меня на батальонный рапорт». Когда я на батальонном рапорте объяснил обер-лейтенанту, что мы не сторожа солдата его императорского величества, он посадил меня на два дня. Но я просил направить меня на полковой рапорт. На полковом рапорте господин полковник после моих объяснений заорал на меня, что я идиот, и послал ко всем чертям. А я опять осмелись доложить господин полковник прошу направить меня на рапорт в бригаду. Этого он испугался и моментально велел позвать в канцелярию нашего фельдфебеля Шрейтера, и тому пришлось извлечения за ночных сторожей. Потом он нагнал меня во дворе и заявил, что с сегодняшнего дня ругаться не будет, но доведет меня до гарнизонной тюрьмы. С той поры я всегда был на чеку, но все-таки не уберегся. Стоял я однажды на часах у Цейхгауза, на стенке, как водится, каждый часовой что-нибудь оставлял на память, нарисует, скажем, женские части или стишок, какой напишет, а я ничего не мог придумать и от скуки подписался как раз под последней надписью «Фельдфебель Шрейтер Сволочь». Фельдфебель, подлец, моментально на меня донес, так как ходил за мной по пятам и выслеживал словно полицейский пес. По несчастной случайности над этой надписью была другая «На войну мы не пойдем, на нее мы все на ем». А дело происходило в 1912 году, когда нас собирались посылать против Сербии из-за консула Прохаски. Меня моментально отправили в Терзин в военный суд. Раз пятнадцать господа из военного суда фотографировали стену Цейхгауза со всеми надписями и моей подписью в том числе. Чтобы после исследовать мой почерк, меня раз десять заставляли писать «На войну мы не пойдем, на нее мы все на ем». Пятнадцать раз мне пришлось в их присутствии писать «Фельдфебель Шрейтер сволочь». Наконец приехал эксперт графолог и велел мне написать «29 июня 1897 года Кралов двур изведал ужасы стихийного разлива лабы». «Этого мало», сказал судебный следователь. «Нам важно это на ем. Продиктуйте ему что-нибудь такое, где много «с» и «р». Эксперт продиктовал мне «Серп, сруб, свербеш, херувин, рубин, шваль». Судебный эксперт видно совсем зарапортовался и все время оглядывался назад на солдата с винтовкой. Наконец он сказал, что необходимо, чтобы я три раза подряд написал «Солнышко уже начинает припекать, наступают жаркие дни». Это, мол, пойдет в Вену. Затем весь материал отправили в Вену и, наконец, выяснилось, что надписи сделаны не моей рукой, а подпись действительно моя, но в этом-то я и раньше признавался. Мне присудили шесть недель за то, что я расписался, стоя на часах, и по той причине, что я не мог охранять вверенный мне пост в тот момент, когда расписывался на стене. «Видите, вас все-таки наказали», не без удовлетворения, отметил капрал, «вот и выходит, что вы настоящий уголовник. Будь я на месте военного суда, я бы вкатил вам не шесть недель, а шесть лет». «Не будьте таким грозным», взял слово вольно определяющийся. «Поразмыслите-ка лучшее о своем конце. Только что инспекция вам сказала, что вы должны явиться на рапорт. Не мешало бы вам приготовиться к этому серьезному моменту и взвесить всю бренность вашего капральского существования. Что, собственно, представляете вы собою по сравнению со Вселенной, если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится от этого воинского поезда на расстоянии в 275 тысяч раз больше, чем Солнце, и его параллакс равен одной дуговой секунде. Если представить себе вас во Вселенной в виде неподвижной звезды, вы, безусловно, были бы слишком ничтожны, чтобы вас можно было увидеть даже в самый сильный телескоп. Для вашей ничтожности во Вселенной не существует понятия. За полгода вы описали бы на небосводе такую крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить цифрой, настолько они незначительны. Ваш параллакс был бы величиной неизмеримо малой. В таком случае, заметил Швейк, господин Капрал может гордиться тем, что его никто не в состоянии измерить. Что бы с ним ни случилось на рапорте, господин Капрал должен оставаться спокойным и не горячиться, так как всякое волнение вредит здоровью, а в военное время каждый должен беречься. Невзгоды, связанные с войной, требуют, чтобы каждая отдельная личность была не дохлятиной, а чем-нибудь получше. Если вас, господин Капрал, посадят, продолжал Швейк с милой улыбкой, в случае, если над вами учинят подобного рода несправедливость, вы не должны терять бодрости духа, и пусть они остаются при своем мнении, а вы при своем. Знавал я одного угольщика, звали его Франтишек Шквор. В начале войны мы с ним сидели в полиции в Праге за государственную измену. Потом его казнили за какую-то там прагматическую санкцию. Его казнили за прагматическую санкцию. Император Карл Шестой, не имея потомков мужского пола, издал в 1713 году указ, так называемую прагматическую санкцию, согласно которому земли Габсбургов, если не будет потомков мужского пола, могла наследовать дочь императора. После смерти Карла Шестого 1740 год, согласно этой прагматической санкции, императрицей стала его дочь Мария Терезия. Враги прагматической санкции Карл Альберт Баварский, Филипп Пятый, король испанский и прусский король Фридрих Второй много лет вели войну с Марией Терезией. В данном случае австрийские судьи смешали прагматическую санкцию Карла Шестого с прагматизмом философским. Именно философского прагматизма, судя по фразе «пусть было как было», придерживался угольщик Франтишек Шквор. Когда его на допросе спросили, нет ли у него возражений против протокола, он сказал «пусть было как было, ведь как-нибудь да было, никогда так не было, чтобы никак не было». За это его посадили в темную одиночку и не давали ему два дня ни есть, ни пить, а потом повели на допрос. Но он стоял на своем. Пусть было как было, ведь как-нибудь да было, никогда так не было, чтобы никак не было. Его отправили в военный суд, и, возможно, что и на виселицу он шел с теми же словами. «Нынче, говорят, многих вешают и расстреливают», сказал один из конвойных. «Недавно начитали нам на плацу приказ, что в Мотоле расстреляли одного запасного, Кудрну, за то, что он вспылил, прощаясь с женой в Бенешеве, когда капитан рубанул шашкой его мальчонку, сидевшего на руках у матери. Всех политических вообще арестовывают. Одного редактора из Моравии расстреляли. Ротный нам говорил, что и остальных это ждет. «Всему есть границы?» двусмысленно сказал вольно определяющийся. «Ваша правда», отозвался Капрал, «так им, редакторам и надо, только народ подстрекают. Это как в позапрошлом году, когда я еще был ефрейтором, под моей командой был один редактор. Он меня иначе не называл, как паршивый овцой, которая всю армию портит. А когда я учил его делать вольные упражнения, до седьмого пота, он всегда говорил «Прошу уважать во мне человека». Ну, я ему тогда и показал, что такое человек. Как-то раз на казарменном дворе, тогда повсюду была грязь, подвел я его к большой луже и скомандовал «Ложись!» Но пришлось парню падать в грязь, только брызги полетели, как в купальню. А после обеда на нем опять все должно было блестеть, а мундир сиять, как стеклышко. Ну, и чистил, кряхтел, очистил, да еще всякие замечания при этом делал. На следующий день он снова валялся в грязи, как свинья, а я стоял над ним и приговаривал «Ну-с, господин редактор, так кто кто выше?» «Паршивая овца или ваш человек?» «Настоящий был интеллигент». Капрал с победоносным видом посмотрел на вольно определяющегося и продолжал. Ему спороли нашивки вольно определяющегося именно за его образованность, за то, что он писал в газеты об издевательстве над солдатами. Но как его не шпынять, если такой ученый человек, а не может затвора разобрать у винтовки, хоть десять раз ему показывай? Скажешь ему «равнение налево»? Он словно нарочно воротит свою башку направо и глядит на тебя точно ворон. Приемов с винтовкой не знает, не понимает, за что раньше браться, за ремень или за патронтаж. Вывалит на тебя бурколы, как баран на новые ворота, когда ему покажешь, что рука должна соскользнуть по ремню вниз. Не знал даже, на каком плече носят винтовку. Честь отдавал, как обезьяна. А повороты при маршировке, Господи Божие! При команде кругом марш! Ему было все равно, с какой ноги делать. Шляп, 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 шляп! Уж после команды пер его шагов шесть вперед. Топ, 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 и только тогда поворачивался, как петух на вертеле. А шаг держал, словно подагрик, или приплясывал, точно старая дева, на престольном празднике. Капрал плюнул. Я нарочно выдал ему сильно заржавевшую винтовку, чтобы научился чистить. Он тер ее, как кобель сучку. Но если бы даже купил себе на два кило пакли больше, все равно ничего не мог бы вычистить. Чем больше чистил, тем хуже. Винтовка еще больше ржавела. А потом на рапорте винтовка ходила по рукам, и все удивлялись, как это можно довести винтовку до такого состояния. Одна ржавчина. Наш капитан всегда ему уговаривал, что солдата из него не выйдет. Лучше всего ему пойти повеситься, чтобы не жрал задаром солдатский хлеб. А он только из-под очков глазами хлопал. Он редко когда не попадал в наряд или в карцер, и это было для него большим праздником. В такие дни он обыкновенно писал свои статейки о том, как тиранят солдат, пока у него в сундуке не сделали обыск. Ну, и книг у него было. И все только о разоружении и о мире между народами. Но за это его отправили в гарнизонную тюрьму, и мы от него избавились до тех пор, пока он опять у нас не появился, но уже в канцелярии, где он выписывал пайки. Ну, его туда поместили, чтобы не общался с солдатами. Вот как печально кончил этот интеллигент. А мог бы стать большим человеком, если по своей глупости не потерял права вольно определяющегося. Мог бы стать лейтенантом. Капрал вздохнул. Складок на шинели не умел заправить, только и знал, что выписывал себе из Праги всякие жидкости и мази для чистки пуговиц. И все-таки его пуговицы были рыжие, как Исаф. Исаф — сын Исаака, продавший свое первородство за чечевичную похлебку Иакову. Исаф по Библии был рыжий и мохнатый, словно покрытый волосиницей. Но языком трепать умел. А когда стал служить в канцелярии, так только и делал, что пускался в философствование. Он и раньше был на это падок. Одно слово «человек», как я вам уже говорил. Однажды, когда он пустился в рассуждение перед лужей, куда ему предстояло бухнуться по команде «ложись», я ему сказал «когда начинают распространяться насчет человека да насчет грязи, мне, говорю, вспоминается, что человек был сотворен из грязи, вот там ему и место». Высказавшись, Капрал остался очень собой удоволен и стал ждать, что скажет на это вольно определяющийся. Однако отозвался Швейк. За такие вот штуки, за придирки. Несколько лет тому назад в 36-м полку некий конечек заколол Капрала, а потом себя. В Курьере это было. Курьер — пражский иллюстрированный журнал реакционного направления, где помещались картинки, изображающие драки, убийства и тому подобное с соответствующими объяснениями. у Капрала на теле было эдак с 30 колотых ран, из которых больше дюжины было смертельных. А солдат после этого уселся на мертвого Капрала и на нем сидя заколол себя. Другой случай произошел несколько лет тому назад в Далмации. Там зарезали Капрала и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это осталось покрытым мраком неизвестности. Выяснили только, что фамилия зарезанного Капрала Фиала, а сам он из Драбовной под Турновым. Затем известен мне еще один случай с Капралом Райманеком из 75 полка. Нелишенное приятности повествование было прервано громким кряхтением доносившимся с лавки, где спал оберфельдкурат Ла Цина. Патер просыпался во всей своей красе и великолепии. Его пробуждение сопровождалось теми же явлениями, что утреннее пробуждение молодого великана Гаргантюа, описанное старым веселым Рабле. Оберфельдкурат с шумом пускал ветры, рыгал и зевал во весь рот. Наконец он сел и удивленно спросил, что за черт, где это я? Капрал, увидев, что начальство пробуждается, подобострастно ответил, «Осмелись доложить, господин оберфельдкурат, вы изволите находиться в арестантском вагоне». На лице Патера мелькнуло удивление. С минуты он сидел молча и напряженно соображал, но безрезультатно. Между событиями минувшей ночи и пробуждением его в вагоне с решетками на окнах простиралось море забвения. Наконец он спросил капрала, все еще стоявшего перед ним в подвострастной позе, «А по чьему приказанию меня как какого-нибудь осмелюсь доложить безо всякого приказания господин оберфельдкурат?» Патер встал и зашагал между лавками бормоча, что он ничего не понимает. Потом он опять сел и сказал, «А куда мы собственно едем?» «Осмелюсь доложить в Брук!» «А зачем мы едем в Брук?» «Осмелюсь доложить, туда переведен весь наш девяносто первый полк!» Патер снова принялся усиленно размышлять о том, что с ним произошло, как он попал в вагон и зачем он собственно едет в Брук именно с девяносто первым полком и под конвоем. Наконец он протрезвился настолько, что разобрал, что перед ним сидит вольно определяющийся. Он обратился к нему. «Твы человек интеллигентный. Может быть, вы объясните мне попросту, ничего не утаивая, каким образом я попал к вам?» «С удовольствием охотно согласился вольно определяющийся. Вы просто-напросто примазались к нам утром при посадке в поезд, так как были под мухой». Капрал строго взглянул на вольно определяющегося. «Вы влезли к нам в вагон, продолжал вольно определяющийся. Таковы факты. Вы легли на лавку, а Швейк подложил вам под голову свою шинель. На предыдущей станции при проверке поезда вас занесли в список офицерских чинов, вы были, так сказать, официально обнаружены, и из-за этого наш Капрал должен будет явиться на рапорт». «Так-так», вздохнул Паттер, «значит, на ближайшей станции мне нужно будет пересесть в штабной вагон. А что, обед уже разносили?» «Обед будет только в Вене, господин Оберфельд-Курат», вставил Капрал. «Так значит, это вы подложили мне под голову шинель обратился Паттер к Швейку. «Большое вам спасибо!» «Не за что!» ответил Швейк. «Я поступил так, как должен поступить каждый солдат, когда видит, что у начальства нет ничего под головой и что оно того. Солдат должен уважать свое начальство, даже если оно немного и не того. У меня с фельд-Куратами большой опыт, потому как я был в денщиках у фельд-Курата Отто Каца. Народ они веселый и сердечный». Оберфельд-Курат в припадке демократизма, вызванного похмельем, вынул сигарету и протянул ее швейку. «Кури!» «Ты, говорят, из-за меня должен явиться на рапорт?» обратился он к Капралу. «Ничего, брат, не бойся, я тебя выручу. Ничего тебе не сделают». «А тебя», сказал он швейку, «я возьму с собой. Будешь у меня жить, как у Христа за пазухой». На него нашел новый припадок великодушия, и он насулил всем всяческих благ. Вольно определяющемуся обещал купить шоколада, конвойным рому. Капрал обещал перевести в фотографическое отделение при штабе 7-й кавалерийской дивизии и уверял всех, что он их освободит и всегда их будет помнить. И тут же стал угощать сигаретами из своего портсигара не только швейка, но и остальных, заявив, что разрешает всем арестантам курить и обещает позаботиться о том, чтобы наказание им всем было сокращено и чтобы они вернулись к нормальной военной жизни. «Не хочу, чтобы вы меня поминали лихом», сказал он. «Знакомств у меня много и со мной вы не пропадете. Вообще вы производите на меня впечатление людей порядочных, угодных Господу Богу. Если вы согрешили, то за свои грехи расплачиваетесь, и я, как вижу, с готовностью и безропотно сносите испытания, неспосланные на вас Богом, на основании чего вы подверглись наказанию», обратился он к швей. «Бог меня покарал», смиренно ответил Швейк, избрав своим орудием полковой рапорт, господин Оберфельдкурат, по случаю независящего от меня опоздания в полк. «Бог бесконечно милостив и справедлив», торжественно возгласил Оберфельдкурат, «он знает, кого наказывает, ибо являет нам тем самым свое провидение и всемогущество». «А вы за что сидите, вольно определяющийся?» «Всем милостивому создателю благоугодно было не послать на меня арифматизм, и я возгордился», ответил вольно определяющийся, «по отбытии наказания буду прикомандирован к полковой кухне». «Что бог не делает, все к лучшему», с пафосом провозгласил патер, заслышав о кухне. «Порядочный человек и на кухне может сделать себе карьеру». «Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все это комбинировать, приправу, например, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмет сначала всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит коренье, в перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же простой повар разварит луковицу, а потом болтых туда муки, поджаренной на говяжьем сале, и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный, терпим в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности пропадешь. Вчера вечером в Бодиевицах в офицерском собрании подали нам, между прочим, почки в модели. Тот, кто смог их так приготовить, да отпустит ему за это Господь, Бог все прегрешения был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из скутчи. А те же почки в Мадере ел я однажды в офицерской столовой 64-го запасного полка. Навалили туда тмину, условно, так как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении Фельдкурат выдержал паузу и перешел к разбору поваренной проблемы в Ветхом и Новом Завете, упомянув, что в те времена особое внимание обращали на приготовление вкусных яств после богослужений и церковных празднеств. Затем он предложил что-нибудь спеть, и швейк с охотой, но, как всегда, не к месту, затянул. Идет Марина из Годонина, за ней в припрыжку с вином под мышкой, несется поп, чугунный лоб. Но Оберфельдкурат нисколько не рассердился. — Если бы было под рукой хоть немножко Рому, то и вина не нужно, сказал он, дружелюбно улыбаясь. — А что касается Марины, то и без нее обойдемся. С ними только грех один. Капрал полез в карман шинели и осторожно вытащил плоскую фляжку с Ромом. Осмелюсь предложить господин Оберфельдкурат. По голосу было ясно, как тяжела ему эта жертва. Не сочтите за обидусь. — Не сочту, голубчик, — ответил тот, и в голосе его зазвучали радостные нотки. — Пью за наше благополучное путешествие. Иисус Мария, вздохнул Капрал, видя, как после солидного глотка Оберфельдкурата исчезла половина содержимого фляжки. — Ах, вы такой сякой, — пригрозил ему Оберфельдкурат, улыбаясь и многозначительно подмигивая вольно определяющемуся. — Ко всему прочему вы еще упоминаете имя Божье в суе. — За это он вас должен покарать. Патер снова хватил из фляжки и, передавая ее Швейку, скомандовал прикончить. — Приказ есть приказ, — добродушно сказал Швейк Капралу, возвращая ему пустую фляжку. В глазах Капрала появился тот особый блеск, который можно наблюдать только у душевно больных. — А теперь я чуточку вздремну до вены. Объявил Оберфельдкурат. — Разбудите меня, как только приедем в Вену. — А вы, — обратился он к Швейку, — сходите на кухню офицерской столовой, возьмите прибор и принесите мне обед. Скажите там, что для господина Оберфельдкурата лацены. Попытайтесь получить двойную порцию. Если будут кнедлики, не берите с горбушки, невыгодно. Потом принесите мне бутылку вина и не забудьте взять с собой котелок, пусть нальют рому. Патер Лацена стал шарить по карманам. — Послушайте, — сказал он капралу, — у меня нет мелочи, дайте-ка мне взаймы золотой. — Так вот вам, как фамилия? — Швейк. Вот вам Швейк на дорогу. Капрал, одолжите мне еще один золотой. Вот Швейк этот второй золотой вы получите, если исполните все как следует. Кроме того, достаньте мне сигарет и сигар. Если будут выдавать шоколад, то стрельните двойную порцию, а если консервы, то следите, чтобы вам дали копченый язык или гусиную печенку. Если будут давать швейцарский сыр, то смотрите, не берите с краю, а если венгерскую колбасу, не берите кончик. Лучше из середки, кусок псочнее. Оберфельд-курат растянулся на лавке и через минуту уснул. Надеюсь, вы вполне довольны нашим найденышем, сказал вольно определяющийся капралу под храп патр. Малыш, хоть куда! Отлученный от груди, как говорится, вставил швейк. Уже из бутылочки сосет господин капрал. Капрал с минуту боролся сам с собой и, вдруг, забыв всякое подобострастие, сухо сказал «Мягко стелет». «Мелочи, дескать, у него нет», проронил швейк. «Это мне напоминает одного каменщика из Дэвидс по фамилии Мличко. У того никогда не было мелочи, пока он не влип в историю и не попал в тюрьму за мошенничество. Крупный это пропил, а мелочи у него не было». В 75-м полку ввязался в разговор один из конвойных капитан еще до войны пропил всю полковую казну, за что его и выперли с военной службы. А нынче на пять капитан. Один фельдфебель украл казенное сукно на петлице, больше двадцати штук, а теперь под прапорщик. А вот одного простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, что он съел в один присест целую банку консервов, которые ему выдали на три дня. Но это к делу не относится, заявил капрал. Но что правда, то правда. Взять в долг у бедного капрала два золотых, чтобы дать на чай, это уж... Да вот вам ваш золотой, сказал Швейк. Я не хочу наживаться за ваш счет. А если получу от оберфельдкурата второй, тоже верну вам, чтобы вы не плакали. Вам бы должно льстить, что начальство берет у вас в долг на расходы. Очень уж вы большой эгоист. Дело идет всего-навсего о каких-то несчастных двух золотых. Да посмотрел бы я, как бы вы запели, если вам пришлось пожертвовать жизнью за своего начальника. Ну, скажем, если бы он лежал раненый на неприятельской линии, а вам нужно было бы спасти его и вынести на руках из огня под шрапнелью и пулями. Вы это уж наверное наделали бы в штаны, защищался капрал, деньщик несчастный. Во время боя ни один в штаны наложит, заметил кто-то из конвоя. Недавно в Будеевицах нам один раненый рассказывал, что он сам во время наступления наделал в штаны три раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним в штыки и заорали «Ура!» Тут они прыгнули назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. А один убитый остался лежать на бруствере ногами вниз. При наступлении ему что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью стекало в траншею. Аккуратно его же собственную половинку черепа с мозгами. Тут брат никто не знает что с тобой случится. А иногда подхватил Швейк человека в бою вдруг так затошнит что сил нет. В Праге в Погоржельце в трактире Панорама один из команды выздоравливающих раненый под перемышлем рассказывал как они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Ну откуда ни возьмись полез на него русский солдат. Парень гора штык наперевес а из носу у него катилась здоровенная сопля. Бедняга только взглянул на его носище с соплей и так ему сделалось тошно что пришлось бежать в полевой лазарет. Ну его там признали за холерного и послали в холерный барак в Будапешт. А там уж он действительно заразился холерой. Кем он был? Рядовым или капралом? Осведомился вольно определяющийся. Капралом спокойно ответил швейк. То же самое могло случиться и с каждым вольнопером. Глупо заметил капрал и при этом с победоносным видом посмотрел на вольно определяющегося словно говоря что выкусил и крыть нечем. Но вольно определяющийся не ответил и улегся на скамейку. Поезд подходил к Вене. Кто не спал смотрел из окна на проволочные заграждения и укрепления под Веной. Это производило на всех гнетущее впечатление. даже немолчный голдеж доносившийся из вагонов где ехали овчары с Кашперских гор затих под влиянием тяжелого чувства вызванного видом колючей проволоки которой была обнесена Вена. Все в порядке заметил Швейк глядя на окопы. Все в полном порядке. Одно только неудобно венцы могут разодрать себе штаны когда поедут на прогулку за город. Придется быть очень осторожным. Вена вообще замечательный город продолжал он. Одних диких зверей в Шенбрунском зверинце сколько угодно. Когда я несколько лет назад был в Вене я больше всего любил смотреть на обезьян но туда никого не пускают когда приезжает какая-нибудь особа из императорского дворца. Со мною был один портной из десятого района. Так его не стало посмотреть на этих обезьян. А во дворце вы были? спросил капрал. Там прекрасно ответил Швейк. Я там не был но мне рассказывал один который там был. Самое красивое там это дворцовая стража. Каждый из дворцовой стражи говорят должен быть в два метра ростом а выйдя в отставку он получает трафику. трафика лавочка в которой продаются почтовые и гербовые марки папиросы и табак. В Австро-Венгрии существовала государственная монополия на табак и прочее. Разрешение торговать в таких лавочках давалось инвалидам солдаткам вдовам и так далее. А принцесс там как собак нерезаных.